Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о вопросительных словах, о базовых вопросительных словах в русском языке. Мы посмотрим примеры из фильмов, поэтому смотрите до конца, будет интересно. Ну что, поехали? Вопросительное слово «кто» или «что». Вопросительное слово «кто» используется для одушевлённых существительных? Живых. Люди, животные. И что для неодушевлённых? Объекты, предметы. Когда мы задаём вопрос «кто» или «что», мы хотим знать конкретный объект или человека. Пример. Она сказала «кто съел королевский торт?» «Кто». Она хочет знать, кто съел королевский торт. Она хочет знать объект. Но объект в данном случае живой, одушевлённый. Теперь посмотрим для неодушевлённых случаев. Интересный момент. Он спросил «что ты такое?». Вы заметили, что это чудовище, демон, он живой, но перевели как «что», чтобы подчеркнуть, что люди не воспринимают его живым. Отличный пример. Это как в фильме «оно». Даже называется «оно» «it» на английском. Потому что это не живое существо. Хоть «оно» и разговаривает. Следующие базовые вопросы. Какой, какая, какое. Три рода. Мужской, женский и средний. Мы используем эти вопростительные слова, когда хотим узнать признак объекта. Например, тип, цвет и так далее. Сразу пример. Какой язык ты изучаешь? Какой язык ты изучаешь? Ваш ответ. Русский язык. То есть нам нужно было знать признак слово язык. Какой именно. И сразу вернёмся к примеру. Кто из вас съел королевский торт? Кто съел королевский торт? Здесь мы можем задать вопрос. А торт какой? Какой торт? Какой у него признак? Признак. И ваш ответ королевский. И следующий вопрос. Когда нам надо знать о количестве чего-либо? Мы всегда спрашиваем «Сколько». Сколько тебе лет? Сколько времени на часах? Когда нам надо знать количество, мы ставим первым словом Вопросительное слово «Сколько». Эти слова являются базовыми, базовыми вопросительными словами в русском языке. И вы должны стараться использовать их в ваших вопросах. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте ваши лайки. Пишите комментарии. Спасибо вам за просмотр. Всего самого наилучшего. Желаю вам хорошей недели. Спасибо и до свидания.